Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Спасибо, что вы есть, что вы смотрите. Мы получаем ваши отзывы, мы получили очень много отзывов, и мы верим, что Бог проявляется в вашей жизни, и Он будет обязательно касаться вас и будет помогать вам. Если вы настроите свою жизнь верить Богу, вы никогда не проиграете. Это обещает вам сам Бог. И вот прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать, что наша жизнь, она состоит из трех частей. Три части. Все очень просто. Дата вашего рождения, дата вашей смерти. Хотите верьте, хотите нет. Это ничего не изменит. И между вот этими восьмью цифрами есть такая дорожечка, такая черточка такая, дефисик. Это наша жизнь. И за эту жизнь, я просто говорю со всей серьезностью, нужно поспешить принять Иисуса Христа в свое сердце. Потому что бывает так, что человек в принципе согласен, в принципе не против, но он не сделал это, он не успел. Он почему-то надеялся, что его жизнь будет очень длинной, и он это успеет сделать. И кирпич, падающий из крыши, помешал всем планам принятия Иисуса Христа. Понимаете? Или машина летящаяся, или самолет упавший. Какая разница? Я просто вас умоляю, не просто сам умоляю вас, от имени Бога, поспешите принять Иисуса Христа и не отодвигайте этот день в вашей жизни. Потому что Библия говорит четко, сегодня день спасения, сегодня день благоприятный. Послушайте, других дней нету. Вчера нету. Есть вчера? Кто-то мне может показать вчера? Нету. Его нету. А завтра тоже нету. Есть сейчас. И сейчас, когда ты слышишь... Знаете, буквально недавно свидетельствовали одному парню, и он говорит, я еще не готов, мое время еще не пришло. А ему говорят, сегодня твое время. Когда ты слышишь, вот когда твое время пришло. Поэтому сделайте это решение и не откладывайте, отложите все дела. Все дела это безделушки. По сравнению с тем важным решением, которое вам нужно принять. Потому что от этого зависит ваша вечность. И никто, никто, ни мама, ни папа, никто, 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 никогда не примет его за вас. Это решение. Вам нужно принять Иисуса Христа, лично в свое сердце впустить. И послушайте еще один обман. Я хочу разоблачить обман. Вы не против? Если вы верите в Бога, вы не будете на небе. Вы не думайте, что вы верите в Бога и вы будете на небе. Нет. Послушайте внимательно и не спешите делать заключение. В Бога надо не просто верить, Его надо принять. Если я болею, и у меня лекарство стоит рядом на тумбочке, оно может быть рядом, но я его не принял, и значит, я остаюсь больным. Мне нужно принять лекарство. И самое лучшее лекарство для долгих лет – это Иисус Христос, для вечной жизни. Кто хочет быть долголетним? Кто хочет прожить вечно? Это для вас слово. Остальные занимайтесь своими делами, проводите свою бурную молодость, юность, грешите. Потому что Библия потом говорит, за все это Бог приведет тебя на суд. Поэтому нам нужно быстренько это сделать. Быстренько, когда мы слушаем. Потому что дьявол всегда будет говорить, не сейчас. Ты сделаешь обязательно, обязательно. И в мыслях такое, да, я сделаю обязательно. Это не ты говоришь. Это не чистые духи. Темный мир. Тебе сообщают информацию. Да, 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 это очень важно. Но сейчас ты молодой, сейчас у тебя там экзамены, сейчас у тебя там что-то еще, что-то будет, потом выбор какой-то. Сейчас там тебе не до этого, в общем. Это именно ты для этого и пришел на землю, если ты еще не понял. Чтобы вот между этими цифрами, вот в эту коротенькую дорожечку, она очень коротенькая. Кто думает, что она длинный, этот путь? Этот путь всегда у всех короткий. Очень короткий. Даже у людей, которым 80 лет, вы спросите, они говорят, жизнь прошла как миг. Спеши примириться с Богом. Это самое главное послание, которое я проповедовал за все годы. Я считаю, что это самое главное послание всей жизни, на которой я ставлю акцент. Это то, чтобы примириться с Иисусом Христом и впустить его в свое сердце, и отложить обман. Там много верующих в аду, много верующих в аду, которые верили в Бога и пошли в ад, потому что Иисуса они не приняли. Они верили в Бога. Это чушь. Ты можешь верить, в какого Бога ты хочешь. Тебе нужно принять Иисуса Христа, того, кто висел на кресте, и Он только платил за твои грехи. Поэтому Бог – понятие растяжимое. Я верю в Бога. Мы сегодня все верим в Бога. Кто верит в Бога под названием «деньги», кто во что, в высший разум. Тебе нужно знать имя, которое тебя спасет. Это имя Иисус Христос. Аминь. Аллилуйя. Ну что, давайте пойдемте теперь в тему, в проповедь. Тема называется «Вера или неверие». В жизни христианина есть только два выбора. В жизни человека, который поверил в Иисуса Христа и принял Его как личного Господа и Спасителя. Почему я говорю, что надо принять Иисуса Христа? Потому что послание Иоанна говорится, что пришел к своим, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, детьми Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И кто не родится свыше, кто не родится от Бога, не попадет к Богу, не пойдет на небеса. И поэтому не все так просто, как мы думаем. С того момента, как мы родились свыше, на нас повлияла информация, на нас повлияла Евангелие, живое Евангелие, Иисуса Христа. Евангелие – это весть о Иисусе Христе, о живом Иисусе Христе. С того момента, именно с того момента, вся наша жизнь изменилась. И наша жизнь, она теперь делится на два выбора. У нас есть только две опции, две функции. Верить Богу или оставаться в неверии. Да, мы поверили в Богу, что Иисус умер за наши грехи и приняли его в свое сердце. И мы верим, что Иисус нас простил. Дальше наша жизнь продолжается, и нам нужно оставаться в вере. Нам нужно верить, что Бог не только простил наши грехи, и также наши проклятия, также наши неудачи. Он благословил нас, и нам нужно в это верить. Потому что многие люди верят так. Бог простил мои грехи, и на этом все. Нет, Он также и благословил нас. И нам нужно верить Богу. Поэтому нам очень важно пребывать в Слове Божьем. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И люди, которые пытаются поверить Богу, но не могут, должны для себя уяснить один урок. Вы не получаете откровений. Вам нужно обратиться к Слову Божьему и с помощью Духа Святого, автора Библии, автора Писания, открыть Слово Божье, чтобы оно открылось вам. Когда вы услышите живое Слово Божье, для вашего Духа, вы сможете поверить. Потому что вера это сверхъестественный продукт Слова Божьего. Господь говорит, и в человеке появляется вера. Вера основывается на Слове Бога. Поэтому люди говорят, ну я не верю, я не верю. Я тебе скажу, да ты поверишь, точно поверишь, если ты начнешь читать Библию вместе со Святым Духом. Не просто читать Библию, для того, чтобы просто прочитать ее, и знать потом, и умничать. Нет. Тебе нужно, во-первых, для себя, потому что это питание, это пища, Слово Божье, откровение, рема, это Святой Дух, который тебе прямо сейчас говорит твою ситуацию. И тебе нужно будет слышать сначала голос Божий. Когда ты слышишь голос Божий, Слово Божье, да, посредством голоса Божьего, тогда в тебе начинается вера. Но в этот же самый момент обстоятельства могут складываться совсем по-другому. Внешний мир может быть совсем другим, и он точно отличается от духовного мира. И то, что написано в Писании, часто не состыковывается с физической жизнью, с теми обстоятельствами, в которых мы живем. И знаете что? С того момента, как мы родились свыше, в нашей вере, чтобы она возросла, будет бросаться вызов. Послушайте, будет бросаться вызов, и здесь многие верующие ломаются, остывают, разочаровываются, говорят, Боже, я такой слабый, я такой немощный. И мы думаем, что Господь нас будет жалеть. в этом состоянии у нас не будет жалеть, потому что Он скажет, ты просто глупенький, в чем дело? Открывай Слово Божие, ты не видишь, что я тебе говорю здесь? Ты не видишь, почему ты соглашаешься с обстоятельствами? Послушайте, Бог заинтересован, Бог, сам Бог заинтересован, чтобы у Его Сына была достойная невеста. Послушайте, если, например, родитель, и, например, его сын познакомился с невестой, скажем, отец, он не может равнодушно просто сказать, женись на любой, какой попало, вот просто, просто, просто бери любую, и все, не глядя, бери не глядя. Нет, мы все равно, как родители, мы начинаем говорить, какие-то наставления, мы говорим, с кем наш сын может хорошо прожить, с кем он плохо может прожить, мы говорим и наставляем. Если мы, родители, заботимся, она так же само, как, например, родители с дочерью своей, если она непонятно с кем познакомилась, непонятно, что за человек, какого происхождения, сомнительный какой-то, темный парень, ну, в кавычках темный, да, темнит что-то там, где-то что-то у него не то, понимаете, всегда будет настороженность. Если мы, родители, мы начинаем вразумлять, говорить, и знаете, тем более Бог, Он для своего сына хочет достойную невесту, потому что она станет женой Бога, понимаете? А чтобы соответствовать, у тебя должна быть вера, вера, если у тебя не веря, ты не достоин Бога. Иисус прямо так и говорил, кто идет за Мною и не берет креста своего, тот не достоин Меня. Мы говорим, все достойны Бога, всех Бог любит, конечно, Бог всех любит, но есть достойные, есть недостойные, и достойные будут на пире Господа, а недостойные не будут, они будут брошены во тьму. Не все люди будут на пире, на брачном пире с Иисусом, не все верующие, поэтому Бог сегодня хочет для своего сына церковь, беспятная порока, церковь, которая может верить. Евреям 11,6 говорится, а без веры угодить Богу невозможно, 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 ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы знаете, с первым, да, вот этим отрезком проблем нету, многие верят, что Бог есть, многие неверующие люди верят, что Бог есть. Я разговаривал с одним, он говорит, я верующий, я верю, что Бог есть. Я говорю, куда ты пойдешь после смерти? Это сразу ставит все на свои места. Он говорит, в ад. Представляете, человек верит в Бога, и он уже заранее знает, что он пойдет в ад. Зачем такая вера нужна мертвая? Смотрите, с тем у людей нет проблем с верой в Бога. Многие верят, что Бог есть, но то, что Он воздает, то, что Он живой, то, что Он может помогать и любить, и заботиться, в это у них уже нет веры. Почему? Они не знают, как. И поэтому, если у нас нет веры, то мы на стороне тьмы, и Библия говорит, Слово Божие, говорит послание, говорят, что Бог перевел нас из тьмы в чудный свой свет. Из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего, Иисуса Христа. Что такое тьма? Тьма – это неверие. Это территория с дьявола. И не важно, какой я умный, не важно, как я могу все рассуждать, если у меня неверие, если я выбрал функцию неверия, я остаюсь во тьме, и мне нужно покинуть тьму. Но это происходит от моего собственного решения, на чьей стороне я окажусь. Вы знаете, иногда не то, что сложно поверить в то, что Бог говорит, невозможно поверить в то, что Бог говорит. И мы сейчас будем читать эти истории. Невозможно поверить в то, что Бог говорит. Но вы знаете, человек может летать на самолете, ничего не зная о самолете. Он просто доверяет самолету, садится в него и летит. Так же и здесь. Я не понимаю, как Бог все это делает. Как Он делает чудеса? Как Он отвечает? Я не понимаю Его путей, может быть. Как Он все делает? Да мы многого не знаем, что происходит в нашем организме. Мы не видели наше сердце ни разу, в руках не держали, мозга своего не видели. Однако это не мешает нам жить. Так же и здесь. Мы не знаем, как Бог именно ответит. Я просто говорю, Бог ответит. Он пообещал, и Он ответит. Что происходит? Я соглашаюсь с Богом. Знаете, какая разница между людьми, которые верят в Богу и людьми, которые не верят в Богу? Люди, которые не верят в Богу, не согласны с Богом. Они говорят, знаешь, реальность, она другая. Знаешь, практика показывает другое, опыт показывает другое. А люди, которые верят в Богу, они говорят, я не понимаю, но я согласен с Богом. Я согласен с Богом Посмотрите ученики Иисуса Христа Иисус говорит Лазарь наш друг заболел Пришли известили Иисуса Приди помолись за Лазаря Он говорит Да, да, да Скоро приду И не пришел Лазарь умер Иисус дотянул Знаете, надо выходить А еще не готовы Уже надо из дома выходить Все копаются, все что-то ищут Все-то бегают, не готовы Так Иисус, знаете Ему говорят, приди за Лазаря помолись Он протянул 4 дня Лазарь умер И 4 дня еще прошло И вдруг Иисус приходит Знаете, как Иисусу можно было бы Как бы сказать, это мягко Не то, чтобы обозвать Что он медленный Что он нерасторопный Что он вообще не понял, наверное Что он, знаете, равнодушный Что у него нет сострадания Человеку плохо Знаете, две сестрички сидят И братика своего жалеют Как плохо, как плохо Давай быстрее к Иисусу гонца пошлем Иисус получает смс-ку Говорит, приду скоро И не приходит Что же происходит Почему себя Иисус так ведет Он бы мог на расстоянии сказать И чудо было бы Почему он не идет И вы знаете, что Когда умер Лазар То, представляете, Иисуса нету День прошел Второй день прошел Иисуса нету Они думают Знаете Что Иисус это подвел их Он их разочаровал Он бросил их Они-то верили Ему Но Он бросил их И вдруг Когда все слезы уже проплаканы Все глаза проплаканы Вдруг появляется Иисус Иисус, а ты для чего пришел Мы тебя ждали Ну, как бы Мы уже на поминках все съели Уже, Иисус Ну, смысл тебе было приходить Иисус говорит Я пришел воскрешать Его Они такие Не, не Иисус, надо было молиться За Него Пока Он жив был Что молиться за мертвого Ты мертвому Что хочешь делать Можешь улыбку ему сделать Ты можешь ему нос крутить Ухо крутить Ты можешь ему комплименты делать Ты можешь орать на Него Ничего с Ним не произойдет У него будет одно и то же лицо А Иисус говорит Нет, я вижу Лазаря живым Важно Марии и Марфе Было просто согласиться с Иисусом Знаете, Марфа начала наезжать на Иисуса Ой, если бы ты был здесь Знаете, это еще мягко в Библии все написано Я думаю, там женщины особо не подбирали библейские термины И особенно Я не верю, что Марфа знала, что ее запишут в Библии Это были естественные еврейские женщины Восточные женщины Которые могли бы все рассказать правду о тебе Все, что они думают И вы знаете, что Иисус говорит Я хочу изменить Ваше вообще представление о Боге Вы видели, да Как я возлагаю руки И люди исцеляются Я немножечко хочу Открыть вам другую сторону Бога Что Он есть воскресение и жизнь И не просто Он Я есть воскресение и жизнь Сказал Иисус И Он говорит Пойдемте на то место Где похоронили мертвого Его начинают убеждать в том Что Он умер 4 дня назад Как будто Иисус не в курсе Знаете, когда мы рассказываем проблему Иисуса Свои проблемы И мы думаем Он не в курсе Ты еще не родился И земли не было А Он был в курсе уже Твоих проблем Вы знаете, что Марии и Марфе Надо было просто согласиться с Иисусом И не обдумывать Вы поймите, что Нашей вере Чтобы наша вера выросла Будут брошены обстоятельства Ты молишься Ничего не происходит Ты такой верующий У тебя ничего не происходит явного Но ты веришь Богу Ты продолжаешь верить Знаете, легко верить Когда у тебя все есть А зачем тебе верить в Бога тогда Вот и появляются Абсолютные разные моменты Два разных полюса Полюс тьмы Неверие То есть Согласие с обстоятельствами Человек умер Или полюс верия Веры, извиняюсь Это Где Иисус царь Где Иисус господь Где Иисус есть воскресение И жизнь И важно Просто поверь Ничего сложного нету Иисус не дает Никогда сложного задания Человеку Он просто говорит Ты избираешь Ты шагнешь в неверие Или ты шагнешь в веру Все Братья и сестры Это очень важная сфера К нам К верующим Я сейчас говорю От нас зависит Мы войдем в веру Просто согласимся с Богом Или Мы согласимся с обстоятельствами Лазарь умер И мы знаем Что происходит С мертвыми Их хоронят И главное Лазаря еще не было Он еще не лежал на кровати Его уже все Все по Эти Похоронные церемонии Да Ритуалы все эти Сделаны были Обмотали Там Пропитали Положили в огроб И закопали его Все Запечатали То есть Обратной дороги нету Ну как ни крути Ни с какого ты Стороны не можешь подойти Чтобы решить Эту проблему Иисус говорит Приведите меня на место Где лежал умерший Его привели Он говорит Раскапывайте могилу И они ему начинают говорить Как бы Господи Господи Там уже 4 дня Там уже гнилое все Там Там Лазаря нету Там гниль уже Все Человек разложился Все Гной И знаете Я верю Что те люди Которые раскапывали могилу Были людьми веры Потому что они просто согласились с Иисусом Знаете В такую Такую тупость поверить Извиняюсь за выражение Ни в обиду Ни слову Божьему Ничему Просто тебе говорят Ты тупо копай Понимаете На кладбище Тебе привели Говорят Тупо копай И все Ты говоришь Я не буду Я сейчас полицию На меня вызову Иисус говорит Никто не вызовет Я здесь Я здесь царь Я здесь высокая полиция И написано Они раскопали Ничего не произошло Но они согласились Потому что ты никогда не будешь копать Ты убежишь оттуда Если тебе такое скажут Ты скажешь Учитель Все Тронулся Тихо шифером шурша Хрыша едет не спеша Бежим отсюда Братья и сестры Давайте откроем свою организацию Свою церковь Что Иисус Непонятный Иисус экстремный Экстремальный И я согласен с этим Самая экстремальная история В Библии Это воскрешение Лазаря Я не знаю Я бы стал копать Или нет Знаешь Когда ты приходишь на кладбище Ты там не один Там еще есть Свидетели С телефонами Если бы ты начал раскапывать И конечно же Это не ночью А днем Чтобы все видели И вы знаете что Те люди Которые раскапывали могилу Это были Люди веры Не потому что у них была вера большая Ничего у них не было Они просто согласились с Иисусом Я тебе говорю Если ты согласишься просто с Богом Ты человек великой веры Не важно кто ты Не важно прочитал ты всю Библию Или еще Только одно место Писания знаешь Если ты просто перешел на сторону Бога Ты человек веры Ты угодил Богу Бог радуется о тебе Ты невеста Иисуса Христа И ты Другой вот ты Кто прочитал всю Библию Все знаешь И так не происходит Ты таких чудес не видел Значит таких чудес не происходит Никогда и нигде И не может быть Ты человек Не вери Ты не невеста Иисуса Христа Ты непонятно кто Иисус не просто хочет Дать тебе что-то Послушайте Послушайте Бог Подарил тебе Сына Своего И Он хочет чтобы Мы верили в Него Смотрите На горе преображения Как мы говорим Да Иисус пошел на гору И взял с собой троих учеников Петра Иоанна И Якова И Пошел помолиться И они спали Ученики спали Не могли молиться Плотские были Ну Иисус как бы но Ну плотские плотские А кого еще избирать Вот таких только дали И вот они спят Спят И вдруг видят преображение Иисуса Он в славе И Моисей И Иля И они разговаривают И они в таком восторге И Петр говорит Хорошо нам здесь Знаете То есть вообще наслаждение Они говорят Давай здесь Царство Божие построим И никуда не пойдем И потом Смотрите что происходит дальше Я к чему говорю Все это Исчезает Или я пошел К себе домой Или Моисей тоже К себе домой Они там по соседству Живут на небесах Вот Иисус остался один И вдруг Голос Отца Небесного Бога Это Сын мой возлюбленный Его слушайте Понимаете Все будет исчезать В нашей жизни Остается только один Иисус Кого мы должны слушать И мы не должны соглашаться с дьяволом Послушайте Братья и сестры Не соглашайтесь с болезнями Не соглашайтесь с проклятием И не говорите Что Бог это вам дал Вы даете ему пощечину Вы думаете Вы смиряетесь Нет вы не смиряетесь Или Я скажу так Не терпите Никакое беззаконие В вашей жизни Не терпите Ни смерть большую Ни смерть маленькую Не терпите Не терпите ее В своей жизни Иногда люди такие Терпят Больно им Знаете Это Господь мне дал Это мой крест И я должен нести его Это Тупость Тебе Бог дал жизнь Бог тебе дал Исцеление Это дьявол Тебе дал болезнь Поэтому Верь Писанию Верь Писанию И когда Иисус Воскрес из мертвых Он говорил Написано 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 Ученики шли с ним А он им открывал Из писания И говорил Что сыну человеческому Должно Пострадать И воскреснуть В третий день И они шли Такие Да Да Что-то знакомое Голос какой-то Да Да И когда Иисус Преломил хлеб И исчез И они поняли Они говорили Ааа Как жалко Что мы не поняли Что это был сам Иисус Понимаете И они такие радостные были Что оказывается Все неплохо Оказывается У человека верующего Послушайте Я сейчас говорю О самом конце В самом конце Говорю о самом конце Веры Happy End Там нету никакого зла Там нету ничего Там нету пролета Там нету разочарования У человека Который согласился Верить в Богу Кто бы ты ни был Happy End Хороший конец Пусть вас Бог благосовит С Богом Аминь Продолжение следует... Продолжение следует...